В Ленинградской области заканчивается строительство уникального объекта на трассе газопровода «Северный поток». Это переход под Сайминским каналом, один из самых сложных сухопутных участков газопровода. Ну а наша съемочная группа — единственная, которая удалось взглянуть внутрь этого тоннеля. Репортаж Александра Чиженко. Разрешаю начать заполнение. Выполняю. В такой почти космической обстановке месяц назад была открыта морская часть второй нитки газопровода «Северный поток». Однако на суше еще оставались узкие места. Одно из ключевых — это водная преграда. Сайминский канал — судоходный путь, связывающий внутренние воды Финляндии с Балтийским морем. Вдоль его берега — международная автомобильная трасса. И чтобы не прерывать движение по этим важным транспортным артериям строителям газопровода «Северный поток», пришлось уйти под канал на 25 метров вглубь скалы. Маршрут газопровода пересекает несколько рек, для преодоления которых строились тоннели. Два самых протяженных под Невой. Переход под Сайминским каналом в три раза короче, но именно его строители называют уникальным. Он уникален тем, что здесь проходка велась по скальным грунтам. Это никогда еще не было в России. Еще одна сложность — насыщенность водой. Ее приток в 10 раз превышал нормативы. В готовом тоннеле, куда мы спускаемся вместе со специалистом по приемке, лишь ручеек от пока еще не закрытого входного отверстия. Через швы и стены не просачиваются ни капли, а значит нет и нареканий по качеству бетонных колец. Я вот сейчас прошел с вами и вижу, что практически эллиптичности нет. Вот здесь вот один миллиметр, два миллиметра, да? Каждое кольцо имеет свой персональный паспорт с клеймом АТК. Поэтому за каждое кольцо завод отвечает персонально. Работа тоннельщика принята. Теперь следующий этап. Его называют протяжкой трубы, хотя на самом деле 200-метровую бледь не тянут, а удерживают, чтобы она не укатилась на роликах под собственным весом. Вход тоннеля на несколько метров выше выхода. Работать приходится вслепую, ориентируясь по радиосвязи. В основном работаем через операции, сейчас, в данный момент. Так как машинисты трубоукладчиков у нас не видят ни трубу, ни что там происходит. Поэтому большая группа ИТР находится внизу, управляет рациями. Но есть здесь человек, которого хочется назвать дирижером. Настолько отточены и артистичны его жесты. По-своему, да, это мы дирижируем своими машинистами. Но уже у нас отработанные команды, поэтому мы друг друга понимаем. За час труба уходит в тоннель на 50 метров, освобождая место для последнего отрезка. Работа на одном из самых сложных сухопутных участков Северного потока близится к завершению. А тоннельщики уже думают о переезде на Кубань. Их опыт потребуется на строительстве Южного потока. Александр Чижинок, Александр Плешкин, Николай Беньковский, Северо-Западное бюро ТВЦ, Ленинградская область.